Куриный бульон для души. Мама и сын. 101 история о безграничной любви. Специальные предисловия Джека Кенфилда и Марка Виктора Хансена. Для нас число 101 всегда было магическим. Именно столько рассказов было в первой книге «Куриный бульон для души», и именно к такому количеству историй мы всегда стремились в наших последующих сборниках. Мы любим число 101, потому что оно означает «начало», а не «конец». После ста мы начинаем заново, со ста одного. Мы надеемся, что эта книга тоже станет для вас началом. Новый взгляд на жизнь, обновленное чувство цели, окрепшая решимость разобраться с проблемой, которая вас давно беспокоила. Возможно, вы позвоните другу или любимому человеку и поделитесь с ним своими чувствами. Или сами усядетесь за клавиатуру и напишите собственную историю для куриного бульона, чтобы ее прочитали другие люди, такие же, как вы. В этом томе собрана наша 101 лучшая история и стихотворение о матерях и сыновьях. Мы делимся всем этим с вами в совершенно особенный для нас момент, в 15-ю годовщину со дня выхода первой книги из серии «Куриный бульон для души». Когда в 1993 году мы опубликовали наш первый сборник, нам и в голову не могло прийти, что положили таким образом начало будущему издательскому феномену, одной из самых продаваемых серий книг в истории. Мы не ставили перед собой цель продать более 100 миллионов книг или опубликовать более 150 наименований. Мы просто хотели затронуть сердце хотя бы одного человека, надеясь, что этот человек, в свою очередь, повлияет на другого, и так далее по цепочке. 15 лет спустя мы знаем, что это сработало. Ваши письма с историями поступают к нам беспрерывно. Их число уже перевалило за сотни тысяч, и это вдохновляет нас продолжать свою работу. В 15-й годовщине у нас появилась новая энергия, новая решимость и новые мечты. Мы вернулись к нашей цели. 101 рассказ или стихотворение в одной книге. Мы обновили дизайн обложек и дизайн страниц, а также расширили команду «Куриного бульона для души» благодаря новым друзьям и партнерам, которые живут на другом краю страны, в Новой Англии. В новый сборник вошла 101 лучшая история о матерях и сыновьях из всех собранных за всю нашу богатую 15-летнюю историю. Мы выбрали проникновенные и полные любви рассказы, написанные матерями, сыновьями и бабушками. Некоторые из них заставят вас смеяться, другие вызовут слезы, но так или иначе, все они согреют ваше сердце. Мы надеемся, что вам понравится слушать эти истории так же, как нам понравилось подбирать их для вас, и что вы поделитесь ими со своими семьями и друзьями. Мы выбрали 43 книги цикла «Куриный бульон для души», в которых первоначально появились эти истории, на случай, если вы захотите продолжить прослушивание. Уверена, что вам придутся по душе и другие сборники, посвященные семье, воспитанию детей и женским судьбам из серии 101 «Наша лучшая история». С любовью, благодарностью и уважением, Джек Кенфилд и Марк Виктор Хансен. Не моргайте. Будущая судьба ребенка — это всегда работа его матери. Наполеон Бонапарт Чтобы подготовиться к материнству, я прочитала все доступные на тот момент книги доктора Спока, Пенелопа Ильич и Берри Бразлтон. Я разговаривала как с молодыми, так и с опытными матерями и получила от них массу информации и советов по воспитанию детей. Однако, на самом деле, единственный совет, который мне стоило бы усвоить, звучит так — не моргай. Казалось, только вчера мы с моим мальчиком болтали по игрушечному телефону Фишер Прайс, но стоило мне моргнуть, и вдруг оказалось, что это ему принадлежит низкий голос в трубке, и это он говорит мне «Привет» в перерывах между важными встречами. Я соглашалась включить телевизор, чтобы он мог посмотреть улицу Сезам, а потом моргнула, и вот этот подросток уже является единственным членом семьи, кто может управлять растущим числом пультов дистанционного управления для DVD-проигрывателя, кабельного телевидения, PlayStation, стереосистемы и далее по списку. Я давала своему сыну разноцветные карточки PlaySchool, чтобы он играл с ними по дороге в магазин или зоопарк. Потом моргнула, а он уже просит ключи от нашей машины и хочет самостоятельно исследовать новые места. Я провела много часов, помогая ему выучить алфавит. Потом моргнула, а в его жизни уже появились новые пугающие сочетания из тех же самых букв SAT, GPA и AP. Стандартизированный тест для приема в ВУЗы США, средний балл в аттестате, дипломе, программу углубленного изучения отдельных предметов. Сколько раз я переживала, когда мой маленький мальчик жаловался, что ему не с кем играть. Потом моргнула, и теперь он просит совета, где купить дюжину роз, чтобы отправить возлюбленный на День Святого Валентина. Помню, как отвела сына в детский сад, и целых три часа я не находила себе места, пока не пришло наконец время забирать его. Но потом моргнула, и вот уже везу своего студента в колледж, зная, что не увижу его в течение следующих трех месяцев. Когда он учился в первом классе, я собирала сумку, с которой он должен был ехать к другу, живущему через два дома от нас, на вечеринку с ночевкой. Потом моргнула, а он сам пакует свой багаж, чтобы провести целых полгода в учебном заведении на другом конце света. Кажется, еще совсем недавно, одним весенним днем, я сняла тренировочные колеса с его новенького блестящего велосипеда. Потом моргнула, и оказалось, что этот решительный молодой человек уже скопил достаточно денег, чтобы купить свою собственную машину. Вот только вчера вечером я укладывала его спать в десять часов вечера. Потом моргнула, и теперь, сама отправляясь в кровать, я слышу, как он выходит из дома, чтобы провести вечер с друзьями. Я сделала сотню фотографий своего мальчика в квадратной академической шапочке на торжественной церемонии по случаю окончания подготовительной школы. Потом моргнула, а он уже жмет руку президента университета и получает свой диплом выпускника колледжа. Раньше мне приходилось наклоняться, чтобы крепко обнять и поцеловать сына в макушку. Но потом я моргнула и обнаружила, что теперь, обнимая его, мне надо самой встать на цыпочки. Помню, с каким трудом я поддалась на уговоры, когда еще в школе он просил купить ему сотовый телефон. Потом я моргнула, и мой сын-второкурсник стал первым из всех членов семьи, кто смог дозвониться до меня одиннадцатого сентября. Он хотел убедиться, что я выбралась из Всемирного торгового центра. «Мама, ты в порядке?» «Если вам, как мне когда-то, нужен совет от опытной женщины, то скажу вам так. Не моргайте». Памела Хакет Хобсон